его папа был хороший у нас такой передовой красивый такой шикарный но нам пришлось его убрать потому что заболел был брусулезом это его сын барбарис да и он обучен в седле его выкупили владивостокцы участвовал в скачках детской школе они там участвовали и потом я нашел и выкупил его он хороший производитель практически сто процентов выхода этих же ребят хороший спокоен такой вот добрый они вообще очень добрый очень хорошие очень спокойно просто сейчас жарко они в лесу сидели и их пригнали мы погоняли немножко не забудораживаются они очень добрый очень хорошие уссурийский городской округ один из самых больших муниципалитетов приморья территория является крупнейшим аграрным сектором в регионе здесь работает более десятка различных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств одним из них руководит василий толочка фермер всегда готов к неожиданным экспериментам и инноваторским подходом собственно эти качества и позволили ему выйти в лидеры в растении вотческой отрасли края а также получить удачный опыт в мясном скотоводстве не хотят кушать они сытые василий а они обычно находятся вот так вот на поле или все-таки у нее есть какие-то загоны значит они в поле находятся круглосуточно здесь загоны большие больше 150 гектар загон загорождение здесь идет сетка рабица они находятся здесь круглые сутки днем жара они прячутся в лесочке ну а ночью вечером когда прохладненько они выходят пастись поэтому хорошо очень условия для них очень хорошие они постоянно находятся на падающих когда хотят кушать кушать хотят отдыхать отдыхают здесь и водопой есть у нас поилки для лошадей для скота созданы максимальные комфортные условия а много ли человек вам требуется вот для того чтобы за всеми уследить ну практически все что нам требуется все у нас есть есть потому что мы же заготавливаем сено проходит ремонт клеток меняем столбы заготавливаем сено заготавливаем сено тоже немало где-то около 5000 рулонов в год много идет сено и кормим хорошо мы даем сено им зимой не по нормам то есть едят сколько они хотят а участвовать ли вы в каких-нибудь государственных программах субсидии допустим конечно да субсидии мы получаем но на скот мы не получаем субсидии 3 года как я уже не подаю на субсидии есть некоторые причины мы на на скот как таково в субсидии сейчас не получаем на сценой получаем на зерновые получаем носу и получаем поэтому нормально по субсидиям тоже решается вопрос если подаешь все вовремя все по закону делаешь нет ошибок значит выплачивается а как вы вообще решили заниматься сельским хозяйством ну вот так случайно когда-то я руководил хоккейным клубом взяли оленей немножко потом лошадей чтобы кормить хорошим мясом команду ну и так потихонечку потихонечку пошло потом глава администрации предложила михайловска района эту землю мы взяли эту землю построили он там ферму дом построили ферму ну вот так вот и решили заниматься здесь загородили сделали им пастбище весной выпускаем сюда поздней осенью практически уже зимой мы загоняем их на ферму а так они постоянно здесь круглосуточно таких условий как у нас в россии очень мало и не знаю может быть есть еще где-то что-то но так не то чтобы постоянно скот был на пастбище и днем и ночью загорожено здесь сюда есть обещать она обижает смотрит проверяет так что создано все максимально комфортные условия василия как успеваете за всем следить да как успеваю было бы еще пять десять раз больше все новости перебы я вам еще раз скажу что здесь созданы максимально комфортные условия для содержания этого скота вот крупнорогатый скот почему такие условия созданы ведется научная работа практически готова докторская диссертация думаю что следующем году буду защищать докторскую на вот этом крупнорогатом скоте очень красиво хорошо да кажется красиво легко содержать все красиво все хорошо когда смотрите но конечно есть сложности сложности есть и содержание как и у вас есть сложности из какие-то в работе где-то батарейка села где-то микрофон не так так же и у нас где-то скотник не доглядел где-то скот вышел куда не надо пошел где-то побежал где-то копыта поранил где-то что-то еще где-то лечим ну все красиво по большому счету все хорошо все нормально но так конечно делаем работаем была бы работа хорошо что есть так что накормим накормим и страну на корме все на корме за всеми животными внимательно смотрят ветеринарные врачи и зоотехники вовремя проводят различные профилактические обработки если это необходимо то скот лечат и выдают витамины коровы и лошади всегда нуждаются в профилактике заболеваний постоянном ветеринарном осмотре причем разведение буренок василий толочка планирует написать докторскую диссертацию насколько тяжело вообще вот ухаживать за скотом вот за лошадками за за этими особой тяжести нет они у нас круглые сутки находятся на пастбище пастбище видите у нас сетка рабицы загорожены они 24 часа находятся на пастбище у нас вот там есть автоматическая поилка они сами значит пьют воду если надо мы их и подкармливать маленьких терят подкармливаем комбикормом для поддержки то что видите уже трава заканчивается значит на той неделе перегоняем уже на другое пастбище здесь пускай пастбище отдохнет в трава поднимется но и как будем чередовать а когда трава заканчивается то вот что нужно делать в таких случаях мы перегоняем другое место и все здесь и скота уже не будет другую клетку перегоняем здесь трава поднимется значит мы их опять сюда перегоним где-то через месяц мы опять их сюда пригоним а бывает что вот лошадки коровки болеют ну во первых они на свежем воздухе очень очень редко болеет это не дойная стаду нас же мясной скот они очень редко болеют у них и хорошая воспроизводительная способность и копыта у них не болеет и все хорошо свежий воздух берет свое а какую-то профилактику а делать да у нас каждый год профилактика осенние и весенние обработки скота все планово согласовано с ветеринарной службы района и как бы ведь и ветеринарные при приезжают ну и делают соответствующие обработки насколько они так сказать подаются вот в людские руки насколько они привыкли что их то приучаются молоду если не приучать с молоду конечно они боятся к рукам привыкать а так в принципе если с малого возраста их приучать там хлебушком кормить там овсом значит но их и чистить гладить они как бы приучаются у нас или вот видите есть мерены которые рабочие лошади наш даже здесь жеребец вот увидите сзади идет видите за нами сзади идет жеребец он хозяин этого стада вот он за нами значит он обучен на нем можно даже и значит и и ходить ездить на нем можно видите вот у нас оберегает свое стадо своих кобыл он никого не пускает видите ревностно относится и смотрят скорее бы вы уже ушли а он получается защищает вообще от всех а вот как вот например на пастбище же могут быть одновременно и коровки и лошадки не они с ними как бы они отдельно ведь они отдельно и пасутся и отдельно и находятся это редко они как бы и лошади с коровами они как бы вместе не ходят жеребец он за своим кобылами смотрит и чужих никого не подпускает и если кто-то подходит они увидите он весь он он может и кусать и бить и если увидел весь он шрамах это когда они уже жерецом каким-то чужим встретиться они начинают место под солнцем ищет об этом поискивают от ножки всякой лошади они как бы на находит у нас там внизу есть там лужи грязевые они сами туда заходят и начинают как бы это купаться обваляются все грязные как бы а днем они основы сейчас живут видите днем олад и мошка все они днем уходит в лес там как бы значит группируются и стоят в основном пасутся когда уже прохладно ночью в основном ночью они сейчас пасутся какая основная ваша занятость вот вы приезжаете на работу обходите всех лошадок или не не почему всех лошадок у нас же ну вот эти скотника вещик он утром обезжает по первитру всю сетку значит смотрит считает лошадей по голове какое если есть там же ребенок может говорить что наша родилось не родилось если может какой-то больной или ну какие то может быть а так в принципе сейчас сейчас даже проще это не зимой когда можно до корма завозить надо фураж завозить надо значит и убирать и чистить а сейчас на на пастбище просто уже не первый год работаем да и где-то опыт есть и меняем и делаем в новую ну так-то и василь васильевич не отказывает нам я имею в покупке запасных частей ну единственно как бы стараемся чтобы это было обосновано а то что можно то что можно тут сами делаем реставрируем вот она опора видите здесь и вал и крышка и шестерня подшипник то есть она в сборе вот чем сосуд кончается вот эта опора сама и кончается вал вот алексей разобрал не вот это вот кухня давай я не знаю как поступить давай все остается все это хорошо понял значит надо чтобы я не скажу то да разберемся там все равно это же не оригинал это пример не надо давай забудем потому что чтобы это было в запасе потому что вдруг да 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 ложи в склад закрывай пускай лежит без моей команды никому крестьянско-фермерское хозяйство василия толочка оснащено техникой нового поколения здесь регулярно покупают тракторы и комбайны предприятие постоянно пользуется мерами государственной поддержки получает субсидии на сданную урожай и приобретение различных удобрений с утра у нас как обычно везде приехал планерка какие есть вопросы проблемы распределения коллектива по своим как бы участкам кто где находится кто-то находится на ремонте кто-то выполняет какие-то другие работы кто-то ремонтные ну а потом уже дальше решаются уже все свои ну так скажем текущие проблемы которые возникают течение дня вот как-то день как скажем один на другой не похож каждый день все по-разному бывают какие-то ситуации что и в город получается три раза на будет съездить ну все не предугадаешь а вас такой большой автопарк здесь можете поподробнее рассказать откуда технику привозить у нас техника вот вы видели допустим комбайны это компания класс производства германия синие вот new holland это у нас американские трактора т-9 505 т-425 зеленые вот у нас там акции он 940 стоит здесь 850 там к сериам это немецкие трактора что устраивает устраивает прежде всего качество и надежность вот трактор new holland марка его тиджей 425 вот производства сша год выпуска он у нас старичок год выпуска у него 2006 вот ему 17 лет на данный момент трактор технически исправен работает могу в общем продемонстрировать обратили внимание на надо что у нас большие трактора находятся на спарках по той простой причине что ну это чисто агрономические рекомендации так наверно можно будет сказать это то что удельный вес давления на почву у нас минимальный а так есть и конечно у нас мтз минского тракторного завода это где-то у нас они сенокоз задействованы где-то транспортировка каких-то кормов еще что-либо также есть вот у нас туманы два туманы 3 пегас агро один у нас сейчас в работе находится 2 здесь это то есть для обработки гербицидами заправщики ну то есть то что должно быть в хозяйстве хозяйстве все есть незачем не бегаем вот стараемся как бы свое все иметь а техника то зарубежная есть какие-нибудь сложности в обслуживании вот у нас есть new holland и есть компания русское поле которая если что-то у нас не получается у самих то мы можем обратиться к ним ребята нормально реагирует помогает исправляет что-то даже если что-то по телефону с ними чиним также вот допустим немецкая техника компании класс также сама есть дилер это ооо дали агролига там также есть ее сервисные инженеры поэтому есть проблемы они оперативно решаются ну в общем я как главный инженер я доволен тем как происходит реагирование на вот эти все наши вызовы а